Дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами сегодня несколькими мыслями на текст из Священного Писания. Он записан в Евангелии от Иоанна в 12 главе. Я прочитаю буквально несколько стихов, но размышлять мы будем всего лишь над одним выражением, которое сказал Иисус Христос. Иисус Христос, это выражение обращено было к народу, который окружал его в этот момент. Если мы возьмем и расширим контекст, который нам повествует Иоанн в 12 главе, то там описывается событие, когда Иисус Христос вошел в храм торжественно, народ его приветствовал, восклицал. Иисус Христос был в ореоле славы, и в этот момент Он провозгласил определенную речь, которая произвела неизгладимое впечатление на слушателей, и был глаз с неба. И этот глаз с неба прозвучал для народа. И Иисус Христос пояснил, о чем говорилось, потому что не все были понятны. Не всем было понятно, что имелось в виду. Но это яркое свидетельство Отца Небесного о Своем Сыне, оно оставило неизгладимое впечатление. И Иисус Христос говорит так. Давайте откроем все, у кого есть Библия, Евангелие Иоанна, 12 глава, 31 и 32 стих. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». На выражение Иисуса Христа, когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе, я хотел бы обратить наше внимание. Давайте вместе вникнем в эти слова. Что Иисус Христос говорил? Ведь эти слова на тот момент были непонятны для народа. Почему мы об этом узнаем? Если мы возьмем ниже 33-34 стихи, там евангелист поясняет, что Иисус Христос говорил о Своей смерти, а они этого не поняли. И они говорят, а как же так? Мы знаем, что Мессия, Он пребывает вечно. Как же Он умрет? О какой смерти идет речь? И эти слова были непонятны до определенного времени, пока они не обрели реальную действительность. До тех пор, пока Иисус Христос был жив, и Он несколько раз говорил о Своем исходе, о Своей миссии. Не все это воспринимали буквально. И не всем была понятна эта суть, для чего Он будет вознесен. И мы встречаем, что в Евангелии Иоанна Иисус Христос уже раньше говорил о Своем вознесении в смысле смерти, в смысле распятия. И эти слова мы встречаем в третьей главе, когда Иисус Христос беседовал с учителем, фарисеем Никодимом, и провел иллюстрацию, которая помогла фарисею, тому человеку, который всю жизнь посвящал изучению Закона Божьего, понять эти слова. Что значит быть вознесенным, когда говорил Христос, как Моисей вознес медного змея, для того, чтобы израильский народ, который мучился от ядовитых змей, получал исцеление, так и Иисус Христос будет вознесен, чтобы яд греха был обезвреден, чтобы мы получили спасение. И Иисус Христос говорит, я всех привлеку к себе. Братья и сестры, в этой главе, еще чуть выше, описано немного о людях, которые пришли издалека, чтобы увидеть Иисуса. Они пришли на праздник, это были эллины. Возможно, это были язычники, которые приближались к поклонению единому Богу. И, естественно, их привлекали, насколько это можно, чтобы они могли поучаствовать в этом, поприсутствовать в храме, помолиться, изучать закон Божий. И Иисус Христос, Он привлекал к себе. И достижение Его привлечения, вот самое большое, что Он мог сделать, это пожертвовать себя. И вот я бы хотел немного сказать о том, как Христос влекет. Как Христос влекет. Вообще, Бог и раньше говорил к Своему народу о том, что «я влеку». «Я влеку». У Бога есть сила притяжения. Она выглядит не так, как другая сила. Потому что по-разному могут привлекать люди к себе. Или какая-то идея к себе. В книге Иосии Господь говорит так. «И я увлеку ее и буду говорить к сердцу». Это Он говорит об отступившем от Него израильском народе. Он говорит «я увлеку ее». Что значит «увлеку»? Значит, это будет определенная работа, чтобы убедить, чтобы уговорить. Это непросто. Поменять мысли человека, направление его интересы, увлечь, поставить что-то большее, что-то интереснее, что-то лучшее. И Господь говорит «я увлеку ее». И действительно, эти слова, они стали обретать реальность тогда, когда Иисус Христос пришел на землю. Если мы вспомним жизнь Иисуса Христа, Его слова, Его учения, Его проповеди, Его отношение к людям, Его любовь, милосердие, снисхождение, то, как Он исцелял людей, воскрешал, освобождал от власти бесов, это могущественная сила притяжения. И учителя, законники, они так и говорили, мы не успеваем, что нам делать, весь мир идет за Ним. И эта сила, она влекла, она влекла за собой народ израильский, она влекла за собой учеников в большей степени. И Иисус Христос привлекает. Братья и сестры, мы в жизни нашей, как люди, всегда подвержены какому-то увлечению. Наверное, это первое, на что нам нужно обратить наше внимание. В нашей жизни мы всегда чем-то увлечены. И эти увлечения бывают настолько сильны, что мы забываем о важном. Мы, бывает, даже абстрагируемся от реальности. Настолько нам нравится наше дело какое-то. Братья и сестры, вот если мы будем возвращаться в историю израильского народа, когда, простите, Господь говорил, я увлеку ее и буду говорить к сердцу ее, на этот момент израильский народ был увлечен идолопоклонством, безнравственностью, такой свободой, граничащей, ну, просто с беззаконием. И Господь говорит, а я увлеку ее к себе. А мы ведь в жизни нашей тоже, бывает, увлекаемся совершенно не Божьим. Мы увлекаемся, как сказано в Писании, грехом, потому что сказано, грех влечет тебя к себе. Мы увлекаемся похотью, потому что об этом говорил апостол Иаков. Мы увлекаемся какими-то философиями, которые апостол Павел писал. Не будьте увлечены философиями или еще чем-либо, какими-то ветрами учениями. Мы этим всем увлекаемся. И бывает, мы даже увлекаемся обычными книгами, мы увлекаемся музыкой. Все, что может будоражить наши эмоции, все, что доставляет нам удовольствие, это нас влечет, это нам нравится. Это, бывает, нас уводит от истины, уводит от Господа. Почему так происходит? Ну, на этом могут быть разные причины. Нам надо пересматривать свое сердце, пересматривать то, что в нашей жизни является важным, чему свою жизнь я посвящаю, братья и сестры. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос говорит, я привлеку к себе, я привлеку всех к себе. Это слово, оно нас должно останавливать, оно должно нас отрезвлять. Привлекает ли меня Христос или влечет меня что-то другое? Вот даже то, что мы приходим сегодня, каждое воскресенье, в пятницу, или еще в какой-либо другой день на служение, мы этим свидетельствуем, что нас что-то сюда влечет. Правильно? Нас сюда никто не тащит за руку. Нас сюда что-то влечет. И в первую очередь это личность, это божественная личность, это Христос нас сюда влечет. А почему? А потому что когда-то Он нас привлек в первую очередь, чтобы нас простить, чтобы даровать нам спасения. Вот Иисус Христос говорит, суд грядет этому миру, князь этого мира будет изгнан. А все это благодаря жертве Иисуса Христа. Вот удивительно, Иисус Христос, когда умер на кресте, Он провозгласил суд. Обычно мы говорим, что Христос провозгласил спасение, Он нас спас. Но здесь мы в тексте видим, что Он провозгласил суд. И эту иллюстрацию можно привести, когда при распятии рядом со Христом висели разбойники. Иисус Христос умер за их обоих. Но для одного это была смерть к осуждению, потому что Он не принял это спасение, а для другого это была смерть ко спасению. К какой категории мы относимся, людей? Братья и сестры, есть еще один очень сильный увлекатель. В книге Даниила сказано об Антихристе, что Он увлечет лестью в последнее время. Работа дьявола, она всегда направлена против нас, против Христа, против Церкви. И всяческими методами, способами, средствами дьявол увлекает людей в свои сети. И они могут быть даже благовидными. И нам надо бодрствовать, чтобы быть трезвыми, чтобы быть увлеченными Христом. Братья и сестры, хочется привести небольшой пример. Он взят из жизни. Когда люди увлекаются чем-либо, посвящая всю жизнь свою. Вот в советское время жил такой очень известный антиковед, то есть человек, который изучал античную философию, все эти направления, премудрости греков. Его звали Алексей Федорович Лосев. Он прожил более 90 лет. И представьте, вот направление его всей жизни – это была вот эта философия. Он больше, кроме философии, ничего не изучал. Вот именно той старой. Ему это увлекало, ему это было интересно постигать то, что достигли 2-3 тысячи лет назад люди, которые жили, что они говорили, как они понимали мудрость, жизнь и так далее. И вот в одном из интервью, в настоящий момент, литературовед Евгений Викторович Жаринов, он сказал, что нам пора уже вводить в предмет, в университетах, вот лосевоведение. То есть настолько вот богатая у него была работа, его наследие, которое он оставил. То есть человек, я хочу этим сказать, он настолько увлекается какими-то направлениями, посвящаясь ему свою жизнь. Его, кроме этого, больше ничего не интересует. Он обогащается этим. Братья и сестры, а вот мы, призванные христиане, чем мы увлечены? Ну вот давайте просто проведем вот сравнительный такой список. Сколько чему я времени посвящаю в течение дня? О чем я рассуждаю? Что наполняет мой разум, мои мысли? Какую информацию я черпаю? Что я слушаю? Сейчас очень много для этого возможностей. Христос нас к себе влечет. Он лечет любовью. Братья и сестры, Он лечет любовью. Эта любовь выражена в спасении, в спасении нашей души. Она выражена в Его личности. Созерцаем ли Его личность? Созерцаем ли мы Его качества? И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, а что нужно сделать, чтобы быть увлеченным Христом? Вот как пророк Иеремия говорит, Господи, Ты влек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я думаю, что если бы мы жили во времена Ветхого Завета, нам было бы сложно увлечься Богом Ветхого Завета. Насколько приятнее увлечься Христом во время благодати. Этот сопоставительный или сравнительный образ нас должен как-то подвинуть на то, чтобы мы могли все чаще и чаще, все больше и больше вникать в Евангелие. В Евангелии, чтобы видеть Христа. Братья и сестры, я хочу в конце проповеди перечислить те шаги, которые помогут нам подумать и рассмотреть, как мы можем привлечься ко Христу. Что нужно сделать, чтобы увлечься Христом? Некоторые шаги мы уже сделали. Например, кто еще не знаком с христианством, кто еще не знаком с личностью, с Иисусом Христом, они могут быть актуальными. Для нас это, наверное, может быть уже пройденный этап. Но нам не следует забывать об этих шагах. Первое, что нужно сделать, это познакомиться. Ведь мы с любой информацией знакомимся. Мы ее читаем. Нам интересно что-то услышать. Мнение, отзывы. Потом мы начинаем анализировать следующий шаг. Это иметь познание. То есть это углубить свои знания. Не только поверхность. Это может быть как-то сравнить ее с другой информацией. Вот есть такое понятие сравнительное богословие, когда разные точки зрения сравнивают, углубляются в познание, взвешивают, делают какой-то вывод. Следующий шаг – это согласиться с той полученной информацией, с тем знанием, которое мы получаем через Слово Божие, через проповеди. Как нам Дух Святой открывает. Как нам Дух Святой открывает. Вот здесь еще один важный момент – вообще Дух Святой работает в нашем сердце или нет? Дальше нам следует сделать шаг к осознанию. Братья и сестры, на вот эти все слова нам нужно делать паузы. Паузы для рассуждения у нас нет на это времени. Принятие – это еще один шаг. Сердечное принятие того, что нам Бог открыл в Слове. Ну, осознание Божьего величия, осознание своей греховности, осознание нужды в Спасителе и так далее. Нужды в освящении, в важности духовных плодов, духовной жизни, благочестия и так далее. Много тем, на которые нам нужно иметь и познание, и как-то соглашаться с этим, и осознавать, что мы нуждаемся, что у нас не получается. А потом нужно следовать. Ведь часто мы именно на этом шаге как-то останавливаемся. Идем, 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 раз – и все. И как будто бы стена перед нами, что-то мешает. Братья и сестры, это все для нас должно быть насущным. И я думаю, что последний шаг, который нас вводит вот в то блаженное, счастливое состояние – это восхищение. Восхищение тем, что мы имеем в Господе. Это созерцание этой красоты. Когда мы видим, что мы можем так же преображаться в славу Божию. Когда мы можем быть подобным Ему. Можем поступать так, как Он. Иисус Христос нас влекет к себе. Он влекет к себе. Братья и сестры, Он влекет к себе, чтобы быть ближе к Нему. А когда мы ближе к Нему, тогда мы ближе друг к другу. Я буду заканчивать нашу проповедь. И хотел бы пригласить вас помолиться. Во-первых, поклониться Господу за то, что Он нас привлек к себе. Он нас привлек своей любовью. И Он влечет нас к себе. Он хочет, чтобы мы были ближе к Нему, похожи бы на Него. И да поможет нам Господь избавиться от того, что нас, наоборот, уводит. Что нас привлекает что-то другое. Чтобы нас Господь мог остановить где-то. Чтобы мы могли увидеть истинную красоту в Нем. И дальше посвятить свою жизнь Господу. Служить Ему. Иметь радость и блаженство. Да прославится имя Божие в нашей жизни. Аминь. Аминь.